Всем привет, дорогие мои друзья! С вами снова я, Даналя, и сегодняшнее видео будет о покупке этой прекрасной, волшебной, магической, дикой лошади Юрвика. Да, я уже пробежала к ней, потому что я хочу вам немножко просуждать по поводу этой лошадки. Она очень классная, я не спорю, что касается магического вида, особенно тем, кто любит лёд. И особенно, если ты холодная ледяная Эльза. Но, не важно. Я, может быть, даже бы и не так хотела эту лошадь купить сейчас, в данный момент, потому что у меня есть вот любимый шведик, её зовут Зюня. И как-то, как-то, вроде, у меня вся ассоциация со шведскими лошадками сейчас идёт вот чисто на мою Зюнечку, и больше ни на кого. Ну, ладно, иногда хочется саловую, конечно, но... Да, но Зюня меня не простит за это. И так еле-еле терпит мою любовь к другим шведам. Вот. Но... Магирую очень нравится, какой окрас у этой лошадки без магии. Без магии. И, как бы... Но без магии меня напрягает вот эта стоящая чёлка в виде сосульки. Потому что в этом облике, когда она в магическом облике, ей эта сосулька очень идёт, как бы ледяной единорог. Но в обычном облике это выглядит так, как будто пролетел дракоша и лизнул её чёлку, и она теперь стоит, просто как будто на ней сто слоёв лака. Но... Я не знаю, я думаю, я её всё равно куплю, потому что она всё равно очень классненькая, шведик такой, магический шведик. Я бы, может быть, купила Клаудес Деля, Клаудес Деля, как-то так. Но пока что нет окрасок, которые я хочу. Так. Что из необычного у этой дикой лошади-юрлика? Это самая первая дикая лошадь-юрлика, которая переносит холод. Все статистики у неё нулевые, как и у всех магических диких лошадок. Давайте же почитаем, что пишут о ней. На более трудноспособных местах на юрлике всё ещё можно увидеть свободно бродящих и диких лошадей. Эти лошади считаются родными для острова, и их называют первыми лошадями юрлика. Так, ну, в принципе, тут описание такое же, как и у всех остальных диких лошадок, но ладно, прочтём до конца. Эта порода считается особенной из-за верхних цветов и узоров на шерсти лошадей. Цвета такие, как синий, красный, зелёный, фиолетовый и оранжевый, не считаются необычными для этой породы. И даже глаза лошадей могут быть не обычного, а окрашенных фиолетово-красный или синий. Эти лошади, так полагают, произошли в симбиозе с пандерианским энергетическим потоком, что является очевидной причиной для уникальных цветов. Некоторые люди утверждают, что первые лошади юрлика обладают магическими способностями. Они, как правило, немного ниже ростом и пухлее, как фиордские лошади. Но также встречаются и другие формы с большим разнообразием в холке. Эти уникальные цвета и узоры лошадей, как правило, не появляются в цивилизации, но в природе они появляются более чётко. Обрати внимание, эти дикие лошади юрлика не такие быстрые, как другие лошади. Ну, собственно, всё, что мы и знаем об этих лошадках. Как видите, эска у меня есть, поэтому покупаем. Какое имя, я не знаю. Потому что называть его ледяным, но это как-то слишком неинтересно. А хотя, тут какое есть. Лейдовая, ледяная, ледяное, летняя, летучая, ловкая, лунная, лунный. Ну-ка. Сейчас быстренько имя придумаю, потому что я ничего не планировала, как называть эту лошадь. Я даже вообще не знаю, мальчик это девочка, но хотя бы вот сейчас смотрю, мне кажется, для меня это всё-таки мальчик. Так, Добрынка уже стоит в каюшне. Нет. Очень трудно станет называть лошадей без повторений. Так, чтобы имена ещё нравились. Конфетка, копыта, королева, королёк, король, корона, кровь. Цветящая лазурь. Нет, ты мальчик. Знаете, наверное, вот. Лунный лёд. Да. Его будут звать новый... Новый. Его будут звать лунный лёд. Мне кажется, это очень сильно ему подходит. Так, ну что, давайте же нажмём эту кнопочку. Та-да! Поздравляю с покупкой новой лошади. Очередная лошадь в конюшне, которую придётся срочно качать. Какая прелесть! Ты найдёшь её в своей конюшне, удачи тебе с твоей новой лошадкой. Спасибо, Старстейбл. Что вы для Санты-младшего, я же Санто, был только младший, предоставляете таких милых лошадок. Так, ладно, я поеду в конюшню и встретимся там. Так, вот мы и заехали в нашу конюшеньку. Зюня мы сейчас поставим вот сюда. Извините, что у меня лошади в многих сёднах. Просто на них комплекты, которые обычно с них не снимаются. Просто на двух лошадях комплекты, которые... Заживание по кодам. Звучит, что у меня лошадок. Какой же ты милый. Звучит, что у меня лошадка. Ну почему ты глазки заплылал? Вот мой бур. Ой, да что такое? Такой классненький. Такой хрёшненький. Давай мы тебя сфотографируем. Как-то плохая... Нет, ну вот, не надо. Надо бы подчеркнуть. Бум, вот так вот. Я знаю, что выглядит слишком ярко, но ничего страшного. Чуть-чуть немножечко яркости добавить. Красненький. Красненький. Ооо, какой ты классный. Какой ты прикольный. Ты тянешься ко мне погладить. Всё, я тебя погладю. Мы тебя типа погладим, ладно? Дедушка Майру со своим коней. Прям так и сфоткать у него сердечки в глазах. Надо доловить такие кадры. Они такие классные. Какой ты замечательный. А вот интересно, он всегда выдыхает холодный воздух, потому что никто из моих лошадиных, когда я вижу, он холодным воздухом отдыхает. Получается, что он всегда дышит холодным воздухом. Потому что у меня одна лошадь моя, конечно, как видите. И даже я сейчас холодным воздухом не дышу. А вот этот конь, он дышит холодным воздухом. То есть даже в самые жуткие летние деньки он будет дышать вот таким холодным паром. Так, ну давайте найдём на него сейчас какой-нибудь комплект. И выйдем на нём гулять. Вот. Идём на зеркало. Идём на зеркало. Идём на зеркало. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...